Мы уже привыкли, что автомобильный премиум может быть не только немецким, но также японским, корейским и любым другим, даже китайским. Во всяком случае, марка Geely выводит на рынок свой первый премиум кроссовер Tugello. Любопытно, что китайцы не стали создавать новый синтетический бренд, а выпустили самую дорогую модель под материнской маркой Geely. Может и правильно, ведь машина на платформе Volvo XC40 выглядит достойной статуса флагмана. С середины ноября Tugello стала наконец доступна для заказа и в России. В единственной комплектации flagship, то есть флагман, заявлены полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и щедрый набор электронных помощников водителю. Помимо прочего, новинка похвастает продвинутой акустикой, панорамной крышей, обогреваемыми подстаканниками и тёплым пакетом опций. Правда, заплатить за всё это богатство придётся 2,5 миллиона рублей. К топовой комплектации прилагается самая мощная версия двухлитрового турбомотора, восьмидиапазонный автомат и полный привод. Приятный бонус – система выбора режимов движения. Позже должны появиться версии попроще. Первую сотню машин собрали на заводе Белджи в соседней Беларуси. Но дальнейшие поставки машин пойдут напрямую из Китая. А значит, Джили надеется на более-менее стабильный спрос при таких-то ценах. 1 декабря Kia начнёт принимать заказы на рестайлинговый хэтчбэк Rio. До этого он назывался Rio X-Line, но теперь название укорочено до Rio X. Стартовые версии подорожали на 5000 рублей, а вот топовая прибавила все 50. Модернизированную пятидверку легко опознать по изменённым фарам, увеличенной решётке и подретушированному обвесу. На корме укрупнились вставки, имитирующие воздуховоды, а в центре бампера прописался противотуманный фонарь. Салон ничем не отличается от интерьера обновлённого седана. Рестайлинг принёс обеим машинам другую медиасистему, подправленные приборы до комплектации Style, которые отличаются красными вставками и двухцветной обивкой кресел. Набор агрегатов ожидаемо остался прежним. Из технических мелочей подметим другие втулки сайлент-блока в задней подвеске, а также более крупный бачок омывателя. Выпуск улучшенных кросс-хэтчей уже стартовал.